Музыка Перепелка это не только полезное яйцо, но и очень ценное мясо. Углическая птицефабрика представляет натуральные полуфабрикаты из перпелиного мяса в различных вариациях. С древних времен на Руси употребляли мясо диких перепелов, которых добывали путем охоты на полях и лугах. В наши дни этот продукт актуален не только в силу высоких вкусовых качеств, но и как элемент здорового диетического питания. Перепел не подвержен вирусным заболеваниям, а следовательно и вакцинации. Его мясо не вызывает аллергии, а по своим питательным свойствам, диетическим качествам и вкусу оно превосходит курятину и крольчатину. Как и яйца, перепелиное мясо от углической птицефабрики при высоком содержании белка, незаменимых аминокислот и микроэлементов, богато йодом. Убойный цех углической птицефабрики может выпускать в смену до 500 килограммов полуфабрикатов из перепелиного мяса. Наиболее традиционная продукция из этой серии – тушки, перепелки, несушки или бройлера. На вспененной подложке, упакованной на горячем столе, вакуумной упаковке, в контейнере из барьерной пленки под герметичной запайкой модифицированной газовой среде. Этот самый современный способ упаковки производится на специальной установке и удлиняет срок хранения охлажденного мяса с 5 до 10 дней. Также данная установка упаковывает продукт для глубокой заморозки со сроком хранения до 6 месяцев. Тушки перепела используются для приготовления вкуснейших и лечебных бульонов и супов. Их тушат, жарят, фаршируют. Как вариант, углическая птицефабрика предлагает мясо перепела в различных маринадах и специях – цыпленок табака, шашлык, окорочка. И, наконец, новое предложение – рубленные полуфабрикаты из перепелиного мяса. Это совершенно необычный продукт, который не имеет аналогов на российском рынке. Он практически не содержит костного остатка. Столь тонкую работу выполняет на углической птицефабрике пресс-обвалке немецкой фирмы «Баадер». Машина снимает с целой тушки кожу, отделяет мясо от костей и перемалывает его. На выходе получается чистый продукт, близкий к рубленому мясу и предполагающий выпуск широкой линейки полуфабрикатов. Это фарш, котлеты, тыфтели, гамбургеры, крокеты. В том числе разработана рецептура с добавлением перепелиного яйца и майонеза на перепелиных яйцах от углической птицефабрики. Такие вкусные, полезные и питательные продукты не могут не пользоваться спросом. Деликатес, называемый в обиходе царской едой, в недалекой перспективе может стать доступным достаточно широкому кругу потребителей.